начнем да я бы хотел рассказать о таком компьютере как Texas Instruments TI-99-4 почему собственно именно о нем ну во-первых так сложилась ситуация что где-то полтора года назад Тим Тушпулатов ТНТ-23 думаю многим известный ему эту машинку подарили причем подарили совершенно но голом виде то есть вот как она на картинке изображена сказать без всего просто с блоком питания и в таком виде с ней вообще ничего нельзя было делать то есть максимум включить и там basic больше ничего его она не заинтересовала совершенно я полез в интернет значит почитал что это такое что тут мне стало интересно особенно из-за процессора расскажу почему и довольно долго я искал под него эмулятор по ЗУ значит все всякие вещи чтобы можно было вообще что-то запустить нашел мне понравилось я написал две работы две интри которые значит одна была Invitation Intro на House Constructions и вторая на Dehalte вот заняла первое место недавно в Нижнем Новгороде значит собственно выглядит он вот так что здесь какие особенности ну клавиатура хорошая клавиатура обыкновенная вот здесь вот это называется поставка для кофе его значит сказать владельцы я так называю то что он сильно греется вот здесь если кофе поставить она не остывает а так в принципе сюда вставляется картриджи с играми там программами и так далее вот здесь справа это порт расширения туда можно ватнуть в данном случае вот на синтезатор речи но в принципе можно очень очень много чего воткнуть и я видел фотографию некоторых людей фанатов этого компьютера весь стол так в длину такая колбаска длинная да 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 там шина позволяет вот таким образом поступать вообще что я себя компьютер представляет ну в семьдесят девятом году был выпущен ти 99 4 без эй так сказать это почти то же самое там совершенно значительное отличие так что можно сказать что он семьдесят девятого года и собственно 81 выпустили именно эй который вот уже этот компьютер и он очень сильно распространился сша в то время то есть фактически но я не знаю по масштабу распространенности сша тогда это как у нас там но спектру например то есть его знают буквально все и в школах он стоял большом количестве если спросить американца то о там детство ностальгия там это все а у нас он вообще неизвестен то есть я например его не слушал на нем да он нтс если и были значит модели пал то я них ничего не слушал вряд ли кто-то вообще слушал поэтому программы все нтс заточены и так далее процессор несмотря на то что 79 год процессор у него 16-разрядный причем довольно серьезный на нем я как раз собственно и расскажу в основном к сожалению в нем очень мало азул то есть вот изначально если никаких расширений вот просто такой компьютер купить в нем фактически памяти в который можно запускать программу 256 байт то есть это как бы не серьезно и у него есть видео память которые ничего запускать нельзя отдельная на 16 лоба также в нем basic есть и вставляются картриджи у него собственно проблема в чем к нему есть дисковод конечно же но чтобы этот дисковод включить нужно купить так называемый пеп пиби это экстеншен бокс он от такого размера вот такой высоты то есть это как вот старая пися да вот такой бог здоровенный с вентилятором с блоком питания все вот это вот да 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 очень хорошо картинка есть диски это обычно вот в этот бокс составляется плата расширения в данном случае как минимум до плата контроллера дисковода включается дисковод и обязательно расширение либо 4 килобайта памяти либо 32 ну штатно считается 32 то есть если у вас не стоит это расширение 32 к но как бы но вы с ним ничего не сделаете не запустите ни игру не программа ничего то есть получается что вы значит купили этот голый тяй к нему купили этот ящик значит память искать в общем в результате там такая сумма получается немаленькая значит память ставится вот там где чашка для кофе да вот вставляется до картридж с этой памятью называется мини-мемори расширение 4к по мини-мемори и 32 к как-то по-другому называть очень 32 к вставляется да к счастью в наше уже время этот ящик покупать не обязательно потому что на самом деле он там на ebay порядка 300 тысяч рублей стоит так как бы но нереально люди сделали на на пеп так называемый если вы видели на выставке стоит на счете у него сбоку вот кнута такая плотка маленькая компакт ваш вот да вот он полностью от ящик эмулирует значит 32 к памяти это расширение эмулирует там есть раз 232 порт и собственно дисковод эмулируется через компакт флаж то есть абсолютно честно все насчет эмулирует и можно на компакт флаж писать программу в целом эта машинка вообще ти айтиксас инструменс такая фирма как бы специфическая они все хотя хотели и видимо сейчас хотят делать сами поэтому у них чипы все чипы и звук и видео и процессору у них имени ти ай что они сами разработали сами сделали причем когда слот здесь нету да могу врачу хочу про его то что он сказал когда я рассказывал ему про как и писал он труда с проблемами сталкивался он говорит да говорит узнаю ти ай он как раз тот момент писал для кого-то сигнального процессора современного тяйного значит что там на ассемблере какой-то обработка сигнала варидан но с тех пор не сильно изменились их подходы говорит такое извращение нет нормальный не горожкой сейчас расскажу вообще все пошло бы такая машина mini в м ти 990 выглядит она как вот такая стойка до которая в принципе в дверь не пролезет нормальной квартиры обычно к ней соответственно всякой периферии вот там землины диски с холодильник размером каждый 75 году этот тяй 990 появился принципе это но вот из той же серии что пидепи машины так конкурент один из конкурентов и в какой-то момент когда появились вот эти вот волна домашних компьютеров я решил что надо вписаться поскольку как-то на неприлично коди 6502 там брать непонятно какой фирма дальше ни о чем они начали решили давайте-ка мы вот этот ящик запихаем чип и да вот в этом ящике процессоры реализован на тт логике обычный весь полностью то есть там нет микропроцессоров и они взяли значит эту логику запихали в чип назвали в этой мы с 990 вот он получилась такая микросхема причем естественно он такой же 16 разрядами как его насчет от отец и полностью программа совместимы то есть тоже набор инструкции все как бы все опускается 16 разрядный процессор странно засовывать домашний компьютер да потому что во-первых дорого во вторых него по-хорошему нужна память 16 разрядные вообще периферия да там машина вот и у них были планы сделать 8-битную версию этого процессора но в общем что-то они не успевали что-то у них не складывалось и 8-битной версии не вышло и они засунули этот процессор значит в этот ти-99 4 и компьютер и так и вы стали продавать почему это привело во первых ну конечно все круто он 16 разрядные 16 разрядные регистры там прелесть но все остальное в этой машине 8 разрядное соответственно все что делает процессор вот память память я хотел сказать да включение 8 раз память 8-битная но у него есть 16 регистров из этих регистров только три собственно кристалле программ каунтер до указали команд ст флаги и указатель рабочего пространства и пи добро и пи эти три регистра на кристалле а остальные 0 r15 собственно общего назначения до с которыми это обычно работаешь они находятся в отдельной микросхеме статического зуб который стоит рядом с процессором и эта память конечно 16 разрядная то есть к ней доступ очень быстрый scratchpad эта память называется с ней все прекрасно она отображается причем в адресное пространство процессора то есть если допустим машине стоит расширение памяти 32 к то у вас по одним адресам получается вот этот scratchpad 16 разрядные а по другим 8 разрядная значит память расширения и вы прекрасно можете обратиться например там к регистру r0 что-то за него записать прочитать а потом полезть по адресу памяти ему соответствующему это что-то прочитать записать будет то же самое из-за этого получается очень интересные вещи ну например можно одной инструкции ассемблерный перемещать числа из ячейки памяти что вообще но достаточно не часто встречается процессорах то есть из любой то есть вообще просто вообще да из любой то есть это как бы сокращает код естественно это будет не очень быстро но как бы вполне работает далее процессора нет стека вообще напрочь нет никаких инструкций для работы со стеком у него есть регистр вот этот wp workspace так называемый указатель рабочего пространства если там и не знаю кто связывался со спарками когда-нибудь там есть регистровые окна так называем это немного похоже суть в чем в том что вот как я сказал tier 0 15 отображаются на вот это scratchpad статическая оказывается разрядная она 256 байт понятно что собственно для 16 регистров нужно 32 байта всего лишь поэтому вы можете в этот wp записать адрес с которого начинаются регистры и эти регистры будут туда отображаться соответственно допустим вы там вызываете какую-то программу вместо того чтобы запихивать стек до текущее состояние регистра вы берете и просто меняете этот указатель на регистры и у вас как бы вы работаете уже другими регистрами называются они также но как бы пишут в другие ячейки памяти а по возвращении из под программы вы как бы его обменяете обратно и прекрасно работаете дальше ну понятно что там никакой рекурсии вы так особо не сделаете да потому что очень быстро исчерпается память при этом инструкции для вызова программы бель на метку да значит когда она вызывается то следующий за ней адрес помещается в автоматический регистр r11 и собственно возврат из программы инструкции rt это то же самое что безусловно переход по адресу которая находится в r11 абсолютно та же самая инструкция ну как можно так сказать да альтернатива это не единственный процессор который использует такой подход но вот как бы он есть он хорош тем вообще почему он появился почему они так сделаны это все уши растут из вот той mini в виде стойки потому что там и него была многозадачная многопользовательская естественно с ней работало много людей и вот этот wp это переключение контекста задач что как бы ну очень эффективно то есть очень быстро происходит кроме того да в принципе помимо вызова программ под программой через бель есть еще бель веке вызов он делает все то же самое но он дополнительно сохраняет этот wp и потом восстанавливает он то как бы нюанс который он редко используется но полезен у этого процессора есть даже аппаратное умножение деления для насчет семи шестого года который сам процессов был выпущен это достаточно круто да вот собственно вопрос хороший правильно да они довольно медленные в принципе вообще в среднем да но и так условно говорю большинство инструкции выполняется где-то за 8 тактов среднем у этого процессора 3 мегагерца него так то что ну довольно неплохо принципе но но поскольку он не видит не риск до достаточно нормально но например div выполняется 124 такта поэтому на практике люди когда значит им надо что-то разделить конечно они делом этим не пользуются делать таблички дома понятно там по ситуации да да в то же время например умножение аппаратная она интересная я уж не знаю не помню что там то ли там проблемы со сдвигами то ли там очень крутое умножение аппаратная но некоторые сдвиги медленнее чем умножение у этого процессора по этому поводу там наружу скругался была большая ветка форме что все она любит оптимизировать да вместо умножения сдвиг баса оказалось что сдвиг медленнее вот такая типа загадка да вот существует такая книга называется документация поезитор ассемблер да собственно там ассемблер не к машине это отдельно я покупал вместе с картриджем значит да вот я сейчас передам по рядам но сначала я хочу спросить вот здесь есть две команды эти команды записаны собственно в точности так как они писались в оригинальном ассемблере который поставлялся с этим процессором и с его отцом стойкой и собственно с однокристальным процессором ну понятно что одна очевидно что-то загружает да а вторая очевидно что тут между чем-то перемещает да вот как бы собственно вопрос что делают эти команды ну неважно это даже на самом деле не важно это как бы детали что они делают нет 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 местами другая команда меняет еще вариант что регистры нет скажем так ты ты угадал наполовину вот из того же изображено ты на половину да вот верхняя команда она грузит пятерку регистры р4 а нижняя команда значит из r8 из r7 грузит в 8 вот да они в разные стороны ну вот они такие были оригинальные люди значит собственно мягко говоря это озадачивает это не очень удобно я подозреваю что когда они писали ассемблер я подозреваю что они экономили байты на парсере да чтобы не парсить там букачку р они значит решили немного упростить делал давно я передам придам собственного здесь еще вложена памятка смотрите полистайте сочно любопытно да то есть современном ассемблер это выглядит так да насколько я помню да последний раз месяца два назад уже писал уже потом видео как пошел начал под забывать на порядок вам мурат там посмотреть да да очень хорошо собственно человек есть который написал нормальный ассемблер современные значит кросс ассемблер много под платформы там по подлинных и под винды x xos называется он очень хорошо работает и поддерживается старой синтаксису новые как бы вот это вот все дело и все им пользуются естественно тоже типа загадка вот есть две инструкции да ну понятно что это сдвиг до сдвиг влево вопрос верхняя инструкция насколько сдвигает содержимое регистра r5 и насколько сдвигает нижняя инструкция каких будут неправильно что на один бит какая инструкция но вот верхнюю верхнюю насколько сдвигает нет ни на 1 нет 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 ни на 8 нет нет да действительно что там еще может быть я тоже на содержимое регистра r0 совершенно верно отлично а вот а вот нижняя нижняя инструкция насколько сдвигает содержимое регистра r5 неправильно нет нет да правильно на единицу я когда увидел это в коде я вообще я просто думал потому что вроде ну вообще во первых бессмысленно на 0 сдвигать а во вторых как работает совсем не так не на 0 это на самом деле просто связано с теми же глюками старого этого ассемблера который нет не целиком насчет преобразовали в новые с нотации r да и вот новый ассемблер он поддерживает этот и другой синтаксис и некоторые люди как бы они видимо у них не переключились до конца и пишут вот так но бывают странности в жизни это просто код есть на гитхабе хороший проект мне нравится hero hero world да и там люди на разных языках реализацию этого hero world закачивают там на всяких на высокоуровневых на разных ассемблеров но вот я там закоммитируем собственно для tmr 9900 для ti и для видеопака значит два варианта вот это для этого ti что здесь можно увидеть ну простая программа естественно этот hero world выводится не через функции bios а потому что там с ними проблемы есть а просто видеопамять пишется значит но я просто кратко скажу да что как работает во первых включается прерывание чтобы ничего не мешало процессу во вторых устанавливается вот этот workspace то есть что регистры в ноль начинается регистр с 8300 адреса значит знак больше это 16-ричная нотация у тебя и такая оригинально затем устанавливается начальный адрес куда мы пишем видеопамять и начинаем в цикле писать причем есть такой нюанс у него видеопамять вот эти 16 килобайт динамического азу которая видеопамять они не отображаются в адресное пространство процессора там сделано следующим образом мы берем в определенную ячейку памяти одну пишем адрес видеопамяти по которому мы хотим все все данные потом писать записали и потом в другую ячейку одну в адресном пространстве мы начинаем писать данные которые хотим начинается этого адреса видеопамять поместить и автоинкремент происходит да то есть с каждой записью у нас адрес автоматически увеличивается и мы так вот как бы в одну ячейку пишем на самом деле пишем подряд видеопамять то же самое да да таким же макаром просто из другой ячейки читаешь и как бы он автоинкрементируется поэтому вот здесь вот ну как все это вот так вот выглядит не помню там что-то маскирует какие-то битики я уже не помню наверное я вот не буду даст мне насчет просто не очень существенно да только на увеличение всегда своб да своб это но понятно половинки 16 разрядного регистра меняет местами можно да можно оптимизировать но это сдать в данном случае лучше чтобы был более понятно для красоты вот здесь вот командочка но в гида она принципе демонстрирует ну мощность до процессора ассемблера то есть она берет содержимое из 800 ячейки и помещает в регистр по адресу адрес которого находится в регистре r1 и после этого r1 увеличивает на единицу одной командой до наоборот извиняюсь наоборот слева направо вот то есть достаточно мощная штука на самом деле приятно вот нет на самом деле я вот писал но написал две интер и если сравнивать видео паком тем же где-то 8 и 48 до дурацкий вот вот под это очень приятно писать достаточно комфортно очень много режимов адресации да да но под него есть и какой-то но я вообще не видел чтобы кто-то писал но это форта под него форт есть есть вот вот форт есть но у форт это для фанатов форта то что не очень много людей но я знаю что это такое диплом на работе я писал на форте но у меня почему-то не пошел вот но это специфическая штука значит есть командочка x называется в процессоре командочка прикольно тем что она делает она выполняет команду код который указан значит регистре который передается этой команде да нет не код команды тоже команда а код который передан до каким-то образом этой команде он выполняется она и выполнится да 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 ну а как сюда ну на практике конечно не очень часто используется мягко скажем но в принципе какие-то таблички да с переходами там и такие дела какой-то сам модифицирующийся код там какая-то отладка я не видел на практике чтобы использовать но люди пишут что вот бывают вариант как странная команда карта памяти как это все примерно выглядит то есть принципе ничего особенного да есть пузову у него встроенная есть картриджи представляется тоже пузову есть этот scratchpad 256 байт есть расширение памяти либо 4к там от наверху вам рома мэмри либо 32 к более стандартных айма и собственно ну понятно видео память я рассказал там авто инкремент то есть она не отображается напрямую но это же самое там с другой периферии некоторые что интересно есть такое понятие у него жиром называется смотрю сколько у нас там времени чтобы полчаса еще есть значит жиром это тяй изобрел такую смешную вещь они хотели сэкономить это пузову которому нельзя адресоваться конкретным адресам ты из него читаешь адрес автоматически увеличивается да они вот так вот упростили соответственно достаточно много вещей у них вот таких пузову на которые сейчас люди очень матерятся да и программа ну как бы все они люди начали писать эмуляторы пузову возникли проблемы то что на как бы надо соображать они достаточно хитрой работать и же роман и в этом же же роме у них находится язык джи пи эль называется графикс программу англич по-моему расшифровывать этот язык достаточно странная штука это что-то среднее между ассемблером и байсиков выглядит он как ассемблер то есть есть некие командочки да есть некие регистры ты можешь четко это перемещать какие-то команды линию нарисовать на что-то в таком духе но по-моему не совсем там по-моему что-то свое я в него даже не влезал просто проблема в чем проблема в том что по сути это такой ассемблер который такой макро ассемблер суть которого это просто вызовы постоянной под программ и он конечно жутко тормозной из-за этого то есть под него никто никогда ничего не пишет но вот просто есть такая штука и нюанс basic вот который при включении этой запускается он написан на этом же пей поэтому скажешь о медленно не сказать ничего причем этим дело не кончается в этом их basic встроена в позу невозможно из него запустить машинный код никак в принципе то есть даже если ты там я не знаю как-то извратился и каким-то образом значит какой-то код либо на бейфике там дата 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 написал да или каким-то образом извне вставил ты запустить не сможешь никак значит вот прошивку не надо что делается берется покупается вот такой пакет вот как этот книжка да с ней в комплекте идет картридж картридж называется editor assembler можно подумать что наверное ты его вставляешь запускаешься там редактор до всем же можно ассомулировать ничего подобного ничего этого картриджа нет все это на отдельном диске ну который естественно это должен купить этот пеп до ящик дисковод это вот этот картридж делает только одно он может запускать программы машинных кодов то есть ты его вставляешь включаешь ti и кроме basic это можешь выбрать иди ты рассемблер и значит набираешь там имя он загружает диск и запускает нет без диска никак принципе уже вот в поздние там двухтысячные годы люди поплевавшись на все это начали копать и они нарыли некую странную возможность можно значит запихав basic определенные байты сказав ему что эта программа на basic грубо говоря захакать его таким образом что он случайно там из-за бага передаст управление нашей программе машинных кодов да ну вот при старте да да это вирус как морису да вот писали там торчит переполнение было здесь то же самое да вот что в таком духе и связи с этим и но есть форум на атореичком где там куча фанатов этого тяги они даже значит организовали конкурс конкурс это программа машинных кодах для не расширенного тяги то есть вот как он куплен у ящик а вот сама машинкой все больше ничего и кассетным гнитофон собственно естественно эта программа может использовать только 256 байт вот этого скрэчпада то что больше ничего нет ну и там если надо как-то через видеопамять там можно что-то перекачивать не помню сколько немного немного нет немного да то есть в результате там получается что фактически под собственно код там но чуть меньше 200 байт остается то что то можно сделать такие смешные конкурсы можно интро до забатать какой-то простенько да достаточно стандартная вещь для этого чай это синтезатор ящик опять же вот там можете посмотреть он вот сбоку этот чай он есть у многих владельцев чай потому что когда я покупал свой на ebay мужик который собственно продавал у него там была фотография ну вот одна вот такая фотография 2 фотографии это стоит такая коробка кого такого такой высоты по открыто и там вот они вот так вот видимо где-то большой склад был я так подозреваю что это не единственная коробка собственно он дешев да там как бы несколько баксов стоит там 10 по моему или 15 не помню и совершенно доступен в чем его суть этого синтезатора вот как видно справа у него там по сути два чипа основанных один тип это собственно синтезатор а второй чип это пазу сейчас расскажу это некая бог схема да суть он конечно ничего не синтезирует по сути по сути это lpc decoder линейно-предиктивное кодирование как в телефонах gsm то есть он умеет распаковывать данные которые сжаты неким алгоритмом очень сильно заточенным под речь он заточен настолько сильно что есть программа под винды под старые под вин xp я даже для этого отдельный ноут есть будет запускать и эта программа позволяет из лава собственно получить вот такой код сжатый в lpc который затем можно проиграть вот этим синтезатором она очень здорово сжимает и в этом весь синтез причем если ты берешь и например я попробовал песню сжать вообще не разобрать ничего сплошное бульканье попробовал там просто но грубо говоря там мычание какое-то да там или писк да какое-то сжатие ничего не получается то есть он настолько четко заточен под речь вот только речь и не шагу в сторону собственно там каждый фрейм состоит из нот там внизу видно да нет к счастью нет то есть русский он нормально все он именно по тракт до голосовой человека частоты все вот эти вот там видно как фрейм выглядит да там некий тонн там да и там десять коэффициентов в общем это все описано можно почитать отдельно вот такой хитрый синтезатор да и есть два способа управления им один способ это мы просто берем вот эти данные пихаем в порт и у нас значит он их воспроизводит собственно то что мы записали закодированная и второй способ это мы говорим по какому адресу из пузову синтезатора надо доставать данные в пузову синтезатора там 200 я не помню там слов достаточно распространенных и можно вот таким образом значит что-то проговаривать игрушки это использует практически все игрушки которые работают они берут слова из пузову там гол там стоп и не знаю game hour ну да если есть если не кофе если хочется перешивать на дик только декодирует им кодится надо программы под винды единственный существующий больше никаких других нет кубок спро называется свой конечно да естественно да у тебя и все все родное все все тайны я сейчас покажу собственно вот так выглядит речь которая до кодирования смысле звучит так как бы у нас и сейчас и сейчас даже покупают чипы специально вот эти вот чтобы получить это исходник да это исходник а после кодирования ну понятно что можно сказать скажем так я кодировал так чтобы получилось в результате примерно 17 килобайт да да абсолютно да то есть вот это занимает 17 килобайт этот результат этого этого я его записал с телефона до чтобы вам дать послушать вот а сами данные выглядят не знаю не слушал про автоответчики а начнут собственно это код который воспроизводит его ну просто пихает по определенному адресу а это сами данные собственно вот все очень даже прилично далее 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 что касается видеоконтроллер но я про него много не буду говорить потому что на самом деле у него видеоконтроллер тоже тмс их же изобретение он стоит например в msx1 и по-моему в колико vision тот же контроллер стоит игровая приставка он очень примитивно то есть там 32 спрайта 16 на 16 с ограничением что нельзя больше четырех спрайтов в одной строчке что на самом деле очень серьезное ограничение там можно текстовый режим значит можно перепрограммировать шрифты и собственно к сожалению там битмап вот здесь нарисовано как он адресуется до идут байты 0 1 2 3 4 5 6 7 потом опять сверху 8 то есть вот так вот они идут до доходит до конца строки опять вот так начинается то есть мы можем догадаться не очень удобно да сверху вниз и слева направо сверху вниз и слева направо ну вот ну там пронумеровано можно посмотреть вот это жутко неудобно это просто мрак полнейший учитывая что память восьмеразрядная и она напрямую не адресуется в адресное пространство процессора все очень медленно происходит вот куда букву удобно согласен значит настолько медленно что например если мы хотим сделать скроллинг программный то максимум что мы можем сделать это грубо говоря одну строчку высотой 8 пикселов скроллить и при этом еще будет играть музычка на этом все да это все что за обратный потруча можно успеть то есть очень медленная видеопамять и есть несколько видеорежимов но используются 21 видеорежим это вот битмап как я описал да и у него значит два цвета на блок 8 на 8 пикселов но достаточно распространены спектром помда тоже два цвета на блок 8 вот и второй режим более приличные это два цвета на блок 8 на 1 пиксел то есть можно грубо говоря переливы значит вот план и делать игры выглядит примерно так очень хреново выглядит прямо скажем то есть они не соответствуют возможности машины это интро которое я написал две интро и до инвитейшн и то что на дехальт собственно вы их я думаю что видели наверняка ну вот я покажу во первых как игра выглядит да будем запускаться или вообще так вот так выйдет игра в общем все игры примерно такого плана то есть графика мягко говоря когда выводит спрайт он с фоном работает то есть сам его запоминает сам восстанавливает когда спрайт исчез да а спрайты аппаратные они поверх фона они фон не трогают это аппаратные спрайты ну да фон отдельно он не сохраняется он просто отдельно ну можем так сказать но он просто а значит собственно парсиак это достаточно известная игрушка одна из лучших игр на TI говорят его фанаты используя синтезатор ячика да он будет молчать он будет молчать он будет молчать да вот эта штука нужно воткнуть естественно конечно иначе будет молчать а звук вообще там стоит тот же чип что спектрами 89-12 или там 10 не помню тоже самый чип но 10-10-12-14 они почти не отличаются они там знаешь нюансы для фанатов короче спектронская музыка на нем играется без проблем собственно вот это интро да значит но там кто видел кто не видел вот она так загружается мрачно да вот кстати а я прошу прощения я соврал у меня уже мозги с другими компьютерами нет я забудьте что я сказал про звуковой чип звуковой чип там см какой-то он такой же как в PCGR TENDI 1000 и есть SEGA 1 в которой есть цифровой звук и FM вот там вот тоже этот чип стоит в качестве FM вот просто он тоже очень распространен поэтому я его спутал вот собственно вот он играет сейчас ну вот здесь как раз используется этот видеорежим который 8 на 1 да поэтому цветов кажется довольно таки много то есть они в принципе и здесь достаточно плавный переход насколько это можно видеть вот этот несчастный скроллинг на который уходит куча ресурсов и вторая интро вертикальный скроллинг проще да вертикальный скроллинг немного проще и более того те кто делает скроллинг в играх они делают очень хитро там есть всякие извращения они основаны на том чтобы не перемещать байты там где они одинаковые то есть поскольку процессор мощный можно успеть проанализировать значит да что не надо скроллить а что надо какие байты и это достаточно быстро получается да да лучше все сделать а потом по минимуму значит видеопамять это все запихать соответственно это интро речь берет из ПЗУ ну то что на 1 килобайт там понятно что не запихать один мужский не помню да женский нет вообще один вот в нормальном синтезе один голос мужской может быть может быть вот кстати говоря здесь вот этот перелив за лучом следить нельзя то есть не получится как бы отслеживать лучи менять там свет фона не получится нет там таких прерываний поэтому здесь это имитируется то есть это просто перезаписывается в видеопамять каждый раз в новом цвет вот успевает ну и жук там ползет вот эту спрайт спрайт которые кадры меняются нет нельзя только по кадру то есть есть прерывание которое как бы вот в этом месте генерится то есть в конце в конце да можно посчитать такты но я могу сказать что лично я пытался сделать по узке да через вот это дело высчитывать такты в общем это не работает то есть они неровные получается там все время вот их так рябит и люди тоже пытались к сожалению это в общем по кадру да прерывание по кадру да 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 причем там собственно эти прерывания можно частично включить частично выключить то есть там выключить все прерывания но оставить прерывания от видеочипа по кадру по таймеру там там навороченный там серьезный да сделан собственно вот нельзя это не реализовано просто там вот видеопаки про который я вчера рассказывал там есть такое прерывание сначала засинхронизировать а потом он сам съезжает съезжает не получается я говорю что не высчитать такт такт и он все время съезжает по времени но не получится тактируется не от общего источника не тактируется конечно от общего источника иначе никак почему он съезжает я не знаю ну кстати это на всех компьютерах где прерывание по кадру везде это проблема например на PC в том же VGA да где в старых VGA было прерывание по кадру тоже нельзя было сделать нормальный вот этот перелив то есть ну только при некоторых условиях на спектру мне тоже честно говоря я не видел четких полосок это редко бывает да вот а кому интересно на конкретном да если делать надо для всех делать в общем такие проблемы ну что еще сказать я не знаю для собственно сделали чип переделанный вот этот вот на FPGA реализовали видеоконтроллер который отличается тем что в нем исправлены баги которые есть в этом и он умеет на VGA в воде сигнал то есть он просто вставляется да в платка вместо этого чипа и все прекрасно становится но это уже так по-настоящему а звуковой чип не переделывали? нет звуковой чип не переделывали а зачем он на самом деле это оригинальный чип есть VGM формат VGM формат собственно чип называется вот так вот он три генератора прямоугольника один генератор шума дальше у нас уровня громкости все больше нам ничего нет он это звуковой чип а я имею в виду звуковой чип а спич нет а никому не нужен они честные бэи там по два бакса продаются покупаешь ставишь и радуешься да то есть не надо ну вот ну вот как-то 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 так вопросы есть? понятно очень интересно есть не знаю движуха там там же VIT 20 вот за недавние несколько лет сильно продлинулась демосцена да ну про демосцены я вам так скажу значит дело в том что в штатах вообще с демосцены туго вообще в принципе на любых компьютерах а поскольку это компьютер чисто американский когда я начал вот там полтора года назад под него писать у меня вообще была мысль написать первую интру для этого компа я такой был гордый значит я написал это 99тро да значит зарелизил написал им там на форум вот смотрите первая интро вроде бы первая написал вот и народ в течение недели о да действительно первая да а потом вылез чувак слушайте но я же там пять лет назад вот просто никто не видел да и показывает да и там действительно я согласен да то есть там некий скроллинг бежит и такой мячик болтается вверх-вниз ну она примитивная конечно очень но это да это интро я согласен то есть моя оказалась второй я не успел да сейчас сейчас desire есть группа неизвестная многие знают desire да они решили написать мегадема причем посмотрев на мою интру они так искали что мы типа напишем мегадема вот пытались меня склонить значит я сказал нет идите нафиг я вот лучше под видеопак теперь что не напишу теперь и они пишут то есть они меня в слаг там позвали да там уже написали практически осталось там музыку приделать я думаю что до нового года они зарелизит но там монстры там человек который собственно эту интру в основном писал код он в штатах в тихо в техасе где-то я не по не помню какой город этот человек здесь вообще что-то поехаем да короче ладно неважно он написал эмулятор этой машинки на javascript причем от эмулятор прекрасен то есть он полностью симулирует синтез речь и все именно на javascript то есть просто заходишь в браузер и все работает вот прекрасно вся периферия вообще все да можно да да можно можно так в общем вот там у роли видят да джесс 99ер . нет можете сами посмотреть очень мало и мало апатии работ я не знаю почему при том что в принципе штатах то на самом деле всякое такое радиолюбительство да ну очень не за деньги она очень распространена но вот дима сцена у них не выстрелила вот никто не знает почему я знаю ну что закончим тогда да по времени все нормально а если вот все то есть пetr San у пух до 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 Продолжение следует...